Присем Иоанн сказал Иисусу, «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицем своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали о том, каким образом должен проявляться истинный дух христианства. Однажды по дороге в Иерусалим Господь Иисус Христос пожелал остановиться на отдых в одном из придорожных самарианских селений. Однако в том селении Христа его апостолов не приняли, так как они, по словам Евангелия, имели вид путешествующих в Иерусалим. Самаряне никогда не отличались особым гостеприимством. Кроме того, всем известен тот факт, что у самарян с евгениями всегда были конфликтные отношения. Именно по этой причине Господу и апостолам было отказано в пребывании в самарянском селении. Такое отношение самарян ко Христу возмутило апостолов. Совсем еще недавно, получив от своего учителя власть чудотворений, они обратились к нему с предложением. «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Апостолы хотели показать свою ревность, но эта ревность оказалась неразумной. Она не соответствовала тому духу, в котором происходило первое пришествие Господа Иисуса Христа в этот мир. Апостолы – это служители не Ветхого Завета, но Завета Нового. Законно они буквы, но Духа. А потому они не должны применять такие столь суровые методы убеждения людей, какими изобиловал весь Ветхий Завет. Новый Завет – это завет не жестокости, не мести, но любви и милосердия. По этой причине Господь отвечает на стремление Своих учеников. «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, но спасать». По словам святых отцов, если бы Господь хотел применить справедливость по отношению к человечеству, Он бы давно уже уничтожил всех людей и тем самым стер грешное человечество с лица земли. Однако Господь не хочет смерти даже одного человека. Господь хочет, чтобы человек раскаялся и обратился к Нему, причем сделал это абсолютно добровольно, и таким образом спасся. Преподобный Исаак Сирин замечает, «Никогда не называй Бога справедливым. Если бы Он был справедлив, ты давно был бы в аду. Полагайся только на Его несправедливость, в которой милосердие и любовь и прощение». Читая сегодняшнее Евангелие, мы должны осознать, что Бог заповедует нам поступать со Своими ближними так, как поступал Он Сам во время Своей земной жизни. Мы должны не мстить нашим обидчикам, а прощать их. Месть – это пережиток прошлого, и тот, кто опирается на принцип мести, то тем самым показывает, что все еще живет не в Новом Завете, а в Завете Ветхом. А если мы все еще живем в Ветхом Завете, это значит, что пришествия в мир Сына Божия для нас еще не было. Это значит, что жертва Христова не принесла лично нам никакой пользы. И это значит, что мы, к сожалению, остались все еще очень далеки от Бога и того дара спасения, который Он принес нам своим воплощением, Своей смертью на кресте и Своим воскресением. Таким образом, если мы хотим унаследовать совершенное Господа нашим Иисусом Крысом спасение, мы должны оставить позади все то, что было свойственно Ветхому Завету, и жить так, как говорит нам об этом дух Завета Нового – любви и милосердии к ближнему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok